всем привет с вами подкаст интроверт на кухне от права полушария интроверта сервиса которая все объясняет за 10 минут и поощряет саморазвитие меня зовут аркадий романов я историк лектор и обычно я веду совершенно другой подкаст на правом полушарии последний романов но сегодня я заменяю нашу замечательную лизу фандорину и на подкасте присутствует с не менее замечательный гостей даши касьян человека которого вы точно должны знать слышать и смотреть если увлекаетесь литературой и смотрите литературовеческий youtube даже привет привет а как бы ты вот сама себя представила я так как-то очень в общем мне кажется сказал может быть у тебя есть какие-то конкретные регалии которыми ты обычно представляешься на подобных подкастах слышно у меня очень короткий список регалии ну то есть я с автором ведущие проекта чтобы мне поделать только бы не почитать и теперь у нас новый подкаст который посвящен текстом вот называется не менее неудобно и т.д. и т.п. вот и наверное все на этом можно закончить а расскажи кстати немного о нем вообще чем он отличается от предыдущий он абсолютно всем отличается он более неформальный то есть там другой принцип раньше я приносила но какой-то текст обычно какое-то там одно произведение и рассказывала про его автора немножко пыталась погрузить в контекст женьку исторической эпохи там а сейчас мы просто приносим рандомные тексты абсолютно рандомные это может быть все что угодно но это не знаю одно слово это может быть одно слово и мы его обсуждаем все но это как формате тоже разгонов до таких да это просто короткие разгоны примерно там штук семь десять текстов мы обсуждаем за подкаст и это ну чуть меньше мне кажется там образовательная какая-то нагрузка больше развлекательная больше на подумать круто ну поздравляю тогда с выходом и в общем давай тогда теперь для наших слушателей представим тему ради которой мы здесь сегодня собрались я решил что ну было бы глупо обсуждать с тобой что-то не связанное с литературой учитывая как много крутых выпусков ты сделала по ней в том числе кстати про человека который мы сегодня обсуждаем с одной стороны самая заезженная и всем надоевшая фигура но надоевшая в первую очередь даже не своими произведениями которые многие из которых кстати все еще не прочитаны нормально даже современниками нашими с одной стороны очень заезженный школьной программой хрестоматиями памятниками улицами топонимикой ну то есть вот просто нас изнасиловали фамилии этого человека и мне кажется до сих пор мы пытаемся от этого как-то отойти всей страной от этого естественно отрицание от этого непонимания и низвержение этой фигуры как идола с другой же стороны это человек который оставил после себя просто бесконечное количество произведений самых разных стилей самых разных направлений который сменил несколько я не пустила слова творческих биографий ну то есть в нем уживалось три-четыре писателя и поэта совершенно разных ты прав биологически да был один и тот же человек конечно речь идет про наше все солнце русской поэзии и так далее и т.д. и т.п. александра сергеевича пушкина и соответственно вопрос хочу задать такой тебе вот то с чего мы начинаем твое погружение в пушкина она тоже началось с его отрицание как у меня я в школе его терпеть не мог а мне казалось что это банальнейший просто абсолютно неинтересный поэт вот когда в школе училась слушай я уж не припомню это так давно было но мне кажется что я всегда к нему как минимум относилась лояльно а полюбила я его уже в университете то есть мне нравилось евгений онегин по моему только евгения онегина и повести белкина мы читали в школе вот учитывая что он очень легко и интересно пишет а для меня это было главное естественно этом не слушал нашу учительницу по литературе потому что в целом она прекрасная женщина на как и многие учителя литературы в школе ну пыталась немножко придушить твой интерес к литературе но ей это не удалось ну в твоем конкретном случае точно не удалось это тогда а у тебя кстати если вообще говорить об учителях вот у меня просто в школе ну ладно я не буду сейчас прям подробно мало ли она может быть послушает и я это как сказать да я тоже сейчас немножко тебя засомневалась в этих словах думаю а вдруг а вдруг обидно и неудобно станет я скажу так очень аккуратно и мягко у моего параллельного класса была вот прям гениальная учительница литературы то как мне мой лучший друг женя мы с ним до сих пор очень хорошо общаемся вот он в параллельном классе учился он не пересказывая что было на уроках я не верил что они реально вот об этом говорят то есть что они настолько глубоко погружаются в произведение то есть там знаешь было литературоведение уже университетского уровня но при этом это было подано в рамках там 45 минут на урок все равно у меня к сожалению не повезло у меня такого не было и с одной стороны но это не вина преподавателя но не было человека который бы меня заинтересовал с одной стороны а с другой стороны у меня появился маяковский потом да 9 10 11 класс это ну я не мог не фанатеть по модернистскому крутому стильному хулиганскому маяковскому и конечно когда маяковский говорит что нужно пушкина сбросить с корабля современности с парохода современности я следую за ним то есть мне в этом смысле было очень легко внушить то что пушкин это как бы что-то уже забронзовевшие да и на самом деле мнение о том что пушкин устарел она потом наблюдалось мною в самых разных писателях сам разный поэтому вот я сейчас просто один маленький кусочек зачитаю если ты знаешь кто это или сможешь отгадать будет круто вот я тебе зачитаю кусок а ты попробуй угадать кто это сказал про пушкина давай попробуем не нравится мне пушкин я же говорю от него нужны только календарные стихи а в остальном он выпал с парохода современности давным-давно его проза все эти метель выстрел станционный смотритель обыкновенная дворянская продукция с гусарами прочей традиционщины эти повести мог написать любой какой угодно писатель своего времени если такой писатель как маркиз десад явился миру вперед своего времени если его время пришло потом позже главным образом после смерти и творчество его пережевывается переваривается и сегодня и будет перевариваться человечеством то пушкин устарел уже когда только появился он умер позже маркиза десада но какой контраст не в пользу нашего поэта пушкину всего лишь хорошо повезло после смерти в 1880 его поддержал большой литератор достоевский выпихнув в первый ряд позднее еще несколько высоких арбитров поддержали достоевского и так был сделан пушкин гением его объявили специалисты но практически как альберта эйнштейна объявили потому что надо иметь национального гения 1887 было ясно что россии насущно необходим национальный гений у всех есть а вот у нас зараза нет так по-видимому рассуждал короновавший его достоевский выбрали пушкина угадаешь кто это сказал кто написал я боюсь что нет но судя по тому проход современности ты сказала что это цитата маяковского то есть это кто-то это либо современник маяковского либо кто-то после да да после даже подсказка он относительно недавно умер в 2020 году так но мне нужно смотреть некрологи кто умер в 2020 году такая подсказка я не знаю это эдуард лимонов у него есть книга священный монстр да у него есть иная как раз флифортова в тюрьме он там в общем-то проходится по биографиям великих людей вот буквально от пушкина и ленина до зигмунда фрейда и гагарина ну то есть вообще всех великих людей писатели изобретатели неважно и оставляет о них вот такие с короткие очерки как бы даже как мысли биографические без википедии без всего без справочного материала поэтому где-то путается то есть там например про гитлера биография с ошибками написано но именно его мнение очень прикольно чина ему простительная да ну да да не было справочного материала вот но именно биографии сами они с очень интересной оптикой и вот как раз такой взгляд на пушкина как на человека в литературе второстепенного или там банального да как на человека который просто появился там удачное время в удачном месте так еще и потом был белинским да и достоевским тем же самым многими другими возведен в какого-то небожителя вот эта точка зрения на очень часто и много у кого встречалась мне кажется что это связано с каким-то удельным весом пушкина как литератор то есть он настолько крутой что хочется его низвергнуть хочется на него да и вот ты как вообще на это смотришь это близко к правде по-твоему или нет я думаю что у лимонова своя оптика но исходя из того что я услышал мне кажется он оценивает сюжеты он ничего не сказал про то как пушкин пишет как он говорит что они как непонятное дело что ему ближе маркиз де сад ну потому что там сюжеты поинтереснее вот но при этом по мне так маркиз де сад отвратительно пишет я конечно читала в переводе но то что это действительно как бы может себя занять и увлечь а то как ну не знаю вот и учитывая что у лимонова такая оптика и вообще как бы он имеет полное право относиться как угодно и считать как угодно но я с ним не согласна и вот тогда подступаемся к твоим университетом да к своим студенческим годам когда ты пушкина полюбила а что за произведение было может быть трамплином или какой-то знаете ну таким входным для тебя после чего ты вот прям поняла да пушкин это реально наше все ли там до пушкин крутой по моему это как раз были маленькие трагедии которые мы выпуски обсуждали про пушкина у нас на канале прикольно а ты смотрела фильм милоша формана амадей собственно говоря который в общем-то и вдохновлен именно пушкинским прочтением моцарта и сальери не смотрела фильм нет не смотрела к сожалению суши очень тебе советую а окей давай так ты смотрела пролетая на днём кукушки же наверное когда-то конечно и читала супер это тот же режиссер да режиссера я знаю да 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 он экранистрировал кино кизи и вот как раз 884 году он снял даже не биографию моцарта получается а вот эту версию борьбы моцарта сальери ну как мы знаем да из множества источников и биографии моцарта сальери не были злейшими врагами и там сальери его не убивал и все такое но вот этот сам мотив до человека с божественным талантом но который немножечко такой кринжовый и путает берега и человека который дисциплинированный методично работает каждый день но божественного таланта лишён но это в общем-то пушкинская идея вот взять и наделить моцарта именно этими качествами а сальери вот этими что из маленьких трагедии тебе больше всего понравилось как раз моцарт и сальери наверное больше всего и понравились но пушкин понятно поступил он сделает историю более острый он придумал конфликт да и без наверное этого конфликта эта история не так сильно было бы интересно но очень приятно что милош форман он получается пушкина читал а не совсем там или в каком-то другом виде до него дошло да там в переложении получается то есть грубо говоря если смотреть кредиты фильма там пушкина не указывают но если там залезть на википедию почитать просто именно хронику того как этот сюжет попал в итоге в мейнстрим да и почему теперь ну вообще все люди мира думают что сальери убил моцарта это как раз в общем да это реально вот то как искусство ну буквально моделирует реальность да как она меняет историческую реальность то есть была одна история ну современники никогда бы не подумали что сальери является убийцей моцарта а сейчас вот не за моцарт и сальери все это уже как не знаю даже с чем сравнить эта история как притчи определен на а талантливым и неталантливым человеке. Хотя Сольери, опять же, очень талантливый композитор, просто Моцарт популярный, действительно. Но дошел бы он до наших дней, если бы не Пушкин, если бы не представление об этой вражде, да? Да. Потому что я вот, например, Сольери не слышала ни одного его музыкального произведения. В этом-то и дело, что Пушкин, да, как бы при всех каких-то проклятиях, которые всю историю сыплются в его адрес, это человек, который смоделировал не только отечественную, но, как мы уже видим, даже и зарубежную историю, благодаря какому-то, какой-то интонации своих произведений. Там, Капитанская дочка, да, к примеру. Ну, это мало того, что, наверное, первое серьезное и крутое историческое произведение, прозаическое, да, которое, в принципе, было написано на русском языке, и которое можно и круто читать. Во-вторых, это просто офигенное препарирование русской истории, русской реальности, да? Там есть все. То есть там есть человек, который пытается до конца сохранять свою честь и достоинство, берегить честь молоду. Там есть, конечно, любовная линия, без этого было бы, там неинтересно читать в то время людям, потому что это было. Да, исторический пласт. Было важно. Но, с другой стороны, да, и раскрытие психологии русского бунта, и пугачевского восстания, и того, как власть на него реагирует. То есть, на самом деле, там русская реальность, она прям существует в нескольких сферах, можно ее пощупать, потрогать, она очень фактурная. И, учитывая, что это уже зрелый Пушкин, произведение достаточно взрослое. То есть, там уже каких-то совсем наивных или даже романтических мест просто не осталось. К этому моменту Пушкин уже далеко никакой не романтик. Он вот практически реалист, которым впоследствии Белинский будет наших вот этих великих писателей, да, социальных. У Пушкина вообще задатки стать великим прозаиком были. Я думаю, что если бы не пуля Дантеса, то «Капитанская дочка» была бы только, ну, она была бы только началом его вот такого большого прозаического пути. Ты слышала когда-нибудь, что наш философ Константин Леонтьев мечтал о том, чтобы Пушкин написал «Войну и мир», а не Толстой? Что вот было бы круто, если бы Пушкина не убила пуля, он бы дожил до там 40-х, а может даже там до 60-х годов, как Толстой, и написал вместо Толстого великий русский роман о пожаре Москвы и войне 12-го года. Не знаешь такое? Ну, тогда я бы дочитала. А, вот как, получается, ты не фанатка Льва Толстого и «Войны и мира». Вообще, вообще крайне не фанатка. Ну, мне кажется, что я даже довольно часто об этом говорю, и даже слишком часто. Нет у меня такой огромной нелюбви к Толстому, чтобы так часто об этом говорить. Ну, вот видишь, сам разговор опять подвел к этому. Да, я небольшая фанатка Толстого. Ну, есть вещи, которые мне нравятся у него, но вот «Война и мир», она не входит в этот список, абсолютно точно. Очень интересно. Вот, и я была бы рада, если бы Пушкин написал «Война и мир», если честно. Я, видимо, кстати, не слушал, не смотрел выпуски, где ты об этом говоришь. Я сейчас это в первый раз слышу. Ну, может быть, наши слушатели об этом уже знают. Поэтому перейду, собственно, к Константину Леонтьеву. Вот что он говорил, небольшая цитата. «Позволю себе вообразить, что Дантес промахнулся, и что Пушкин написал в 40-х годах большой роман о 1812-м годе. Так ли бы он его написал, как Толстой? Нет, не так. Пусть и хуже, но не так. Роман Пушкина был бы, вероятно, не так оригинален, не так субъективен, не так обременен и даже не так содержателен, пожалуй, как «Война и мир». Анализ психологический был бы не так червоточив, придирчив в одних случаях, не так великолепен в других. Фантазия всех этих снов и полуснов, мечтаний на его умираний, полумираний, не была бы так индивидуальна, как у Толстого, пожалуй, и не так тонкая или воздушная, и не так могуча, как у него. Но зато возбуждала бы меньше сомнений. Философия войны и жизни была бы у Пушкина иная, и не была бы целыми кусками вставлена в рассказ, как у Толстого. И герои Пушкина, и в особенности он сам и от себя, где нужно, говорили бы почти тем языком, каким говорили тогда. То есть более простым, прозрачным и легким, не густым, не обремененным, не слишком так или сяк раскрашенным, то слишком грубо и черно, то слишком тонко и червлено, как у Толстого. Пушкин на 12-м годе писал бы вроде того, как написано у него «Дубровский», «Капитанская дочка» и «Араб Петра Великого». И на самом деле я потом еще, я вообще об этом узнал через Розанова, насколько я помню, Розанов что-то писал о том, что вот у Константина Леонтьева была такая мечта, и я вообще узнал об этой идее. И дальше у многих других наших писателей, философов, ну в первую очередь философов типа Розанова, Голковского, которые как раз по литературе размышляют, у них вообще родилась такая почти конспирологическая теория, что в принципе русская литература из-за смерти Пушкина пошла немножко не по тому пути. Что имелось в виду? Что другой великий гений Гоголь, да, был человеком, который оставил после себя несколько очень тяжеловесных и вместе с тем мрачных таких глубоких произведений о русской реальности. И что русская реальность, описанная Гоголем, ну будто «Мертвые души» или даже достаточно комичный, казалось бы, «Ревизор», это произведения, которые в целом дали вектор русской литературе двигаться вот как бы в сторону там Достоевского, да, потом Максима Горького и так далее, и так далее. То есть вот по самым жутким каким-то, как сказать, глубинам сознания, страданий, боли, смерти. Ну, понятно, что в реальной жизни там, которая была дана в ощущениях Александру Сергеевичу, у него все это тоже было, да, и боли, страдания и прочее. Но как писатель он был, ну, пожалуй, самым легким писателем 19 века. Это правда. То есть если смотреть, что интересовало, простите меня, Толстого и Достоевского, это больные люди, ну так вот, да, то есть это люди с небольшими медицинскими какими-то психологическими проблемами. Если ты начинаешь во все как бы погружаться, в отрыве от того, как круто и стильно они пишут, да, сами темы и то, что их интересовало, это немножко как бы такая болезненная штуковина. И, грубо говоря, там что Леонтьев, что Розенов, они писали, что вот вместо того, чтобы, да, идти по пути вот этого мрачного, немножко трагичного и пессимистичного реализма, может быть, русская литература вырулила бы туда, куда вырулила, там, например, английская литература, да, к приключенческому какому-то жанру, где больше драйва, где больше экшена. И это бы пошло нам на пользу. То есть, в каком-то смысле, наша литература, она запрограммировала нас быть такими сэтбоями вечными. И что вот убийство Пушкина — это великая трагедия, потому что, может быть, он написал бы такой роман, который бы, знаешь, сдвинул бы этот вектор в другую сторону. Ты что об этом думаешь? Слушай, это вообще очень интересная... Я бы даже сказала мысль, когда под этим углом не смотрела, потому что Пушкин действительно, наверное, один из немногих радостных русских писателей, вот, бесспорно, и легких действительно, ну, в смысле, не легких, не тупых, а легких вот по интонации, да, по ощущению после прочтения, а потом действительно все пошло как-то не так. Но я никогда не винила в этом Гоголя, которого я тоже очень нежно люблю. Наверное, я люблю его больше, чем Пушкин, потому что я все-таки русская. Вот, видимо, на меня это уже все повлияло, но, слушай, уже ничего не изменить. Ну, вот, насчет Гоголя, тут видишь, какая история. Это, опять же, опираясь на то, что я читал у того же Леонтьева и Розанова, они все очень положительно отзываются о Гоголе, но вот там везде проскакивает такая интонация, что не было баланса, не было человека, который мог бы уравновесить, а из-за того, что как раз аккурат в этот момент, вот в 40-е, в 50-е и потом еще в 60-е, да, формируется канон русской литературной критики от Белинского до потом Добролюбова, Чернышевского, Писарева и прочих-прочих-прочих, да, вот этих вот прям социальных таких авторов, которые искали в литературе правду матку, да, которые искали в литературе, что вот она пользу какую-то общественную должна принести. То есть они... Ожаснодушные, всех их не люблю. Очень все, да, с таким душком, как бы, хотя, опять же, у многих из них есть великие работы, но они тоже все были однобоки в своем этом поиске социального. И они, с одной стороны, из Гоголя убрали весь юмор и превратили его в автора Шинели, да, то есть они вот превратили его в автора такого трагичного, как бы с их точки зрения, социального произведения. Хотя я видел рецензии, где написано, что вообще мы неправильно Шинель читаем. Это смешное тоже произведение, но неважно. Сейчас не об этом. Но мне смешно было. И Пушкина, грубо говоря, не доставала в этот момент для того, чтобы вот действительно как солнце русской поэзии, знаешь, сиять и эту луну, какой бы себе представлял Гоголь, да, немножечко хотя бы освещать. А из-за того, что Гоголь остался один, он из суммонарелигии сошел. И в конечном счете критики потом посмертно уже обоих как бы, да, канонизировали, так как им это виделось, а не так, как на самом деле эти писатели должны были в конечном счете реализоваться. Не знаю, что об этом думать. Ну, в смысле, я думаю об этом, на самом деле, с тех пор, как я об этом во всем прочитал в 2016 году, да, то есть думаю уже достаточно долго, и какого-то своего мнения у меня нет. Просто это любопытный взгляд, знаешь, как на русскую литературу, как на настолько мощную как бы культурную, да, вещь, которая во многом сформировала наше отношение к реальности, которая формирует его на несколько поколений вперед. И что вот можно переживать о том, что оно как даже не туда нас завело в итоге. Ну, вот именно с точки зрения мышления, с точки зрения ожиданий, надежд, Пушкин, он действительно не тупой и даже не простой. Он именно что драйвовый. Вот в нем есть этот драйв, эта витальность. И этого, например, именно в русской литературе мне с детства и с юности не хватало. Поэтому я хватался, знаешь, за каких-то хулиганов, да, за каких-то экспериментаторов, за каких-то таких, ну, брутальных ребят, потому что я видел в этом драйв и витальность. И сейчас, спустя уже время с высоты прожитых лет, я могу сказать, что вот Пушкин и был таким хулиганом. Я его просто из-за Маяковского не разглядел в свое время. Мне показалось, что Пушкин такой же какой-то, знаешь, душный, с душком забронзовевший. Ну, непонятно, короче, зачем его любить. Ну, так нам его преподносили просто, вот в чем дело. Да. Вот, на самом деле, он тот еще рок-н-ролльщик, конечно. Да. Я его обожаю, но это чувствуется через текст, но это нужно уметь разглядеть просто, потому что XIX век, немножко понятное дело, что представления о хулиганстве, о базарстве, там, о рок-н-ролле, они немножко изменились, но в целом они все переносятся, мне кажется, на Пушкина. Вот если ты умеешь, ну, разглядеть, то ты в какой-то момент начинаешь это видеть. Вот касательно как раз его лайфстайла и одновременно темперамента, очень круто высказался Лев Шестов, тоже философ. Тайна внутренней гармонии Пушкина. Для Пушкина не было ничего безнадежно дурного. Даже больше. Все было для него пригодным. Хорошо согрешить, хорошо и раскаяться. Хорошо сомневаться, но еще лучше верить. Весело обув железом ноги мчаться по льду, уйти побродить с цыганами, помолиться в храме, поссориться с другом, помириться с врагом, упиться гармонией, облиться слезами над вымыслом и вспомнить о прошлом, заглянув в будущее. Пушкин умел плакать, а кто умеет плакать, тот умеет и надеяться. Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать. Говорит он, и кажется, что слово страдать, так украсившее стихотворение, появилось случайно, ввиду того, что не нашлось более подходящей рифмы к слову умирать. Дальнейшие стихи, предназначенные объяснить слова мыслить и страдать, служат тому доказательством. Пушкин мог бы повторить за древним героем. Опасность опасна для других, а не для меня. В этом тайна его гармонических настроений. Потрясающе. Слушай, подписывайся под каждым словом. Вот он умел жить, конечно. Брать от этой жизни абсолютно все. И вот эта фраза, да, про типа уйти с цыганами, гулять, значит, по льду, это на самом деле и есть та самая русская черта, о которой, я думаю, немножечко коряво и в своем слишком перенасыщенном религиозными аллюзиями стиле пытался сказать Достоевский. И это точно та черта, которую нам как бы хотят привить учителя, но они иногда не могут найти правильных слов для того, чтобы детям это объяснить. Пушкин это в каком-то смысле, как вот Юра Гагарин. Это просто идеальный образ русского человека, да, только Гагарин это образ такого героя-космонавта, ну, то есть он там ничего не сочинял, понятно, да, интеллектуальное его развитие и развитие Пушкина. Ну, набросок, я бы сказала, да. Оно совершенно разное, но оба они являются, знаешь, такими именно образами русских, очень узнаваемыми и многогранными. Потому что в чем прикол Гагарина, к примеру, да, почему это самый, мне кажется, действительно важный, там, крутой русский типаж 20 века. Потому что на фоне кровавого, ужасного 20 века это был парень, который мало того, что улыбался, еще и оказался первым в космосе. Ну, то есть простота и вместе с тем совершенно непростая. Да, светлый, героичный. И непростая задача при этом, да, то есть космос это то, где никто еще никогда не был. И с Пушкиным какая-то такая же история. Вроде бы автор сказок, с детства ты сначала узнаешь о нем как сказка там о рыбаке и рыбке, да, первое знакомство с Пушкиным, обычно так происходит. Потом, значит, эти все хрестоматийные, опять же, может быть, даже как Лимонов правильно говорит, календарные стихи, мороз и солнце, день чудесный, ты просто их заучиваешь. Ты заучиваешь их, не отдавая себе отчет в том, кому это написано, о ком это написано, зачем. Зачем. Да, по какому поводу. А потом наступает момент, когда ты начинаешь чуть-чуть хотя бы, если тебя интересует биография, да, всем рекомендую Лотмановскую, это вообще самая крутая, но есть множество, даже в Ютубе, я уверен, есть крутые фильмы там, насколько я помню. К его юбилею в 99-м НТВ, по-моему, выпускал офигенный просто с Парфеновым в качестве ведущего. Парфенов, да. Да-да-да, документалку, по-моему, очень интересную. Но если вы... Да, несколько фильмов там. Да-да-да, погружаетесь как раз в его биографию, вы видите, с одной стороны, насколько этот легкий, на подъем драйвовый чувак попадал в совершенно трагичные, непростые ситуации. Из самой последней ситуации он просто не вышел живым, да, это его дуэль, которая, в общем, его убила. И с другой стороны, насколько он легко за все брался, и все ему было интересно. Он, может быть, и не выходил в космос, но он заходил в целый жанр литературы первым из русских людей. По крайней мере, настолько убедительно, чтобы в них остаться навсегда, да. И историческую прозу он писал, и любовные стихи он писал, и романтиком он был, и вот постромантиком уже таким разочаровавшимся тоже. И политические, простите, вольнодумные стихи у него есть, да, и на обломках самовластия напишут наши имена. И вместе с тем, чего шумите вы, французские вити, и, наверное, самое заезженное в последние несколько лет стихотворение, да, суперпатриотичное, просто супервеликодержавное, там, такое, ультраправое. Он был и таким, и таким, и Федотов, эмигрант, тоже литературовед, про него очень интересную вещь написал. Он сказал, что Пушкин был певец свободы и империи. То есть он был почти единственным русским писателем, большим писателем такого масштаба, который мог реально в себе это сочетать. То есть не как, например, там, Некрасов, однозначно, да, демократ, однозначно, там, околореволюционер, однозначно борец со самодержавными устоями и прочим. Или, допустим, там, да, какой-нибудь реакционного писателя, если с ним сопоставить, сравнить. А Пушкин как бы был над всеми ними, он, как летовская песня, летал снаружи всех измерений, да? Да. Я летаю снаружи всех измерений. И вот это как раз столкновение с этим фактом, оно заставляет тебя вообще по-другому смотреть на то, как его преподают. У меня в последнее время даже такая крамольная мысль возникает, что, может быть, ну, лучше вообще извлечь всю эту классику из школьной программы, чтобы, в принципе, не составлять о них никакого образа, чтобы люди как-то сами к этим писателям приходили, ну, там, в частности, к Пушкину. Не знаю, наверное, многие педагоги меня не поддержат, а ты вообще что об этом думаешь? Вот насколько сильно калечит именно та программа, которая составлена, да, в школе, те произведения, которые, может быть, мы у Пушкина проходим в школе, насколько они сильно калечат желание его потом читать и изучать? Ну, довольно сильно. Если посмотреть комментарии под нашим выпуском, ну, там, их очень много, и многие люди рассказывают про то, как у них это было, какую травму им поставили в школе, да, тем же самым Пушкиным, вот. И всё, что мы с тобой обсуждали про Пушкина, мне кажется, это всё неизвестно вообще обычному российскому школьнику, вот. То, какой он противоречивый, вот эта вот вся его рок-н-рольная жизнь, ситуации, в которые он попадал. Мне кажется, что если бы у нас преподавали литературу хорошо, а хорошо, по-моему, это не столько про что, а про то, как, если бы у нас преподавали учителя, когда заинтересованные в литературе, которые умели бы заражать интересом к этой самой литературе, то супер, было бы отлично. Возможно, бы я пересмотрела произведения по классам, да, вот там, мне кажется, там какие-то, там, Тургенева, там, с Муму читать. В каком классе читают Муму? Ой. В пятом? Да, в седьмом, мне в седьмом казалось, что читают. Ну, что-то, типа, шестой-седьмой как будто. Ну, очень ранний возраст, очень ранний возраст. Я бы, скорее, вот это вот всё пересмотрела и немножечко как-то взбодрила бы в целом учителей, не знаю, как это сделать, вот, а так бы, конечно, и не изымала. Если бы её хорошо преподавали, то я не стала бы изымать русскую классику и школьные программы. Друзья, ну, а если вам предстоят экзамены в школе или университете, которые касаются Николаевской или Пушкинской эпохи, как угодно, то обязательно воспользуйтесь нашей платформой Art4Introvert, правая полушария интроверта. Наши эксперты собрали и структурировали всю академическую информацию в 10-минутных роликах. Смотрите лекции в приложении интроверта, скачивайте конспекты, чтобы повторить материал, а потом проходите тест и проверяйте себя. Согласно исследованиям, это улучшает усвоение материала на 70%. Интроверты – это твой лайфхак для сдачи экзамена. Забирай план роста успеваемости за 300 рублей в месяц. За 30 дней ты успеешь пройти 20 лекций summary и запомнить 70 тезисов, чтобы сэкономить время на подготовке к экзамену. Ну и, конечно, от себя горячо рекомендую своё summary по истории династии Романовых. Там я подробно рассказываю и про Александра Первого, и про Николая Первого. Это исторический цикл видео. Там вы сможете гораздо глубже погрузиться в историю Российской империи, чем мы сегодня с Дашей во время разговора. Но это, безусловно, будет вам полезно и при прохождении университетских экзаменов и при сдаче ЕГЭ. Так что смотрите меня, слушайте меня, оставайтесь со мной. Ну, раз мы заговорили об обучении педагогики, да, тут важно будет напомнить всем нашим слушателям, где учился Александр Сергеевич. Это уникальное место, причём оно уникальное даже не по тому, что оно из себя представляло за годы своего существования, а именно вот уникален был выпуск, который выпустил Пушкина и Дельвига, Кюхельбекера и прочих. Это царскосельский лицей. Я, во-первых, хочу сказать, что у меня в школе Пушкин был живым божеством, потому что когда мы учились, по-моему, в девятом или в десятом классе, сейчас уже точно не вспомню, у нас был Пушкинский вечер, и вообще эти Пушкинские вечера ежегодно проводились, просто вот в какой-то момент наш был черёд, эту эстафетную палочку перенять. И мы, чтобы ты понимала, я причём в тот момент руку сломал, я со сломанной рукой играл, мы всем классом переодевались в костюмы эпохи XIX века, выходили на сцену. Косплей. И у нас был косплей вечеринка, да, я не помню, кем я был, то ли, по-моему, я был Пушкиным, кстати, но могу путать. Да, Пушкин, Кюхельбекер, Дельвиг, простите, я не помню уже, кем я был, потому что я попытался стереть из своей памяти это воспоминание, то есть, ну, когда вот в девятом, да, в десятом классе, ну, вы можете представить себя в этом периоде, да, вот вас пытаются запихнуть эти диалоги там, вот кто заменит Державина, произнёс старик. Вот, 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 я вот даже какие-то фразы до сих пор помню, я не помню, это я произносил или мой там какой-то, так сказать, коллега, и вот мы стоим и реально как дурачки разыгрываем вот Пушкинский вечер, да, лицеисты. Почему? Потому что, собственно говоря, политика школы была такой, что Пушкин наше всё, и хотели путём этого Пушкинского вечера, как бы в игровой такой форме, форме некого представления, приобщить нас к мифологии, простите, его юношества и детства, да. То есть, это даже не его там произведение, а это вот косплей того, как он заканчивал учебное заведение и сдавал экзамен Державину, да. Державин, кстати... Да, ну вообще идея крутая, реализация, наверное, просто хромала. Слушай, а я думаю... Нужно было как-то адаптировать немножечко. Я вот сейчас об этом вспоминаю, мне нравится. То есть, вот в тот момент мне казалось, что нет ничего более душного, ужасного и скучного, быстрее бы закончилось убежать домой, играть в компьютерные игры, да. Да. Сейчас я начинаю вспоминать, вот я не знаю, как работает память, я вроде не старик ещё там, чтобы там ностальгировать по вообще всему, что было там, да, в детстве просто, потому что это было в детстве. Я так вспоминаю и думаю, господи, да это же было потрясающе. Мы реально, мы приобщались, да, к его вот, к его жизни, причём через, ну, такую, ладно, не самую банальную, скажем, часть его биографии, да. Вот. Можно было, конечно, ещё дуэль с Дантесом закосплеить, вот это вообще было бы круто. Это было бы супер. Как в Бешеных Псах, чтобы кровь, как из Тимарота лилась, помнишь? Это подстрела меня, я истекаю кровью. Обожаю. Да-да-да, и его тоже так... Слушай, там же ранение в живот то же самое, да. Да, я же тебе про это говорю, и Пушкин как Тимрот, короче, он лежит на заднем сидении, карета несётся в дом к Пушкину, там, и там Харви Кейтель такой, да ты будешь жить, всё будет нормально, он там всё хватается уже за живот, там у него всё плохо. Слушай, вот это да, это, ребят, это идея, короче, если хотите в школе поставить что-то по Пушкину, давайте вот просто возьмите за образец то, что мы только что сейчас вот с Дашей придумали, мне кажется. Ну, если им это будет интересно, видишь, кажется, что это развлечение скорее для 30-летних. Вот нам было бы с тобой классно встретиться, например, да, и замутить вот такую вот историю, устроить косплей. Вообще очень весело. Да. А в том возрасте, наверное, ну, просто кринж — это всё. Всё, что происходит в школе, это кринж. И тем более связанный с таким, да, забронзовевшим, надоевшим поэтом-писателем Пушкиным, который к этому моменту, поверь, уже присутствовал, ну, каждый год, вот каждый класс, было какое-то произведение Пушкина, от него было невозможно отделаться, он был повсюду, и казалось, что это просто... Преследовал вас. Да, это просто какая-то, знаешь, доктринёрская такая вещь. В то же время, где учился-то сам Пушкин, царскосельский лицей — это даже не то, чтобы там самое престижное учебное заведение России, можно так на это смотреть, но там была дикая проблема с преподавателями, Лотман отлично пишет, что не совсем было понятно, по какой программе вообще детей учить, то есть они собрали весь цвет, извините, Российской империи, по замыслу в царскосельском лицее должен был учиться Николай Павлович, который потом и будет императором Николаем Первым, он Пушкина там на 4 года был старше. То есть это предназначалось это всё для царевичей. Но царевичей в итоге учили на дому, и немка Мария Фёдоровна, жена вдова Павла и мать, собственно говоря, Николая, чего она могла внушить Николаю? Она Николаю внушила, что он помазанник Божий, да, и что, в общем, как бы господь русских императоров готовит к управлению царством, поэтому там никаких ни свобод, ни вольнодумств, ни конституции, не дай бог, это всё не нужно. Герцен потом как раз, в общем-то, в своих, там, былой думы очень бесился постоянно на немцев в Российской империи, да, потому что вот он считал, что именно немецкое ядро, немецкий, так сказать, сегмент этой имперской иерархии, он больше всего душит свободы. Немец Бенкендорф, воспитанный в немецком духе русский двор, он даже писал, что, короче, из всех дворян русские были революционеры, декабристы или постдекабристы, а немцы постоянно стучали. Вот у него там в былой думе прям такая мысль проводится. Почему Николаев Первого вообще, в принципе, готовили к царствованию? Он же был третий вообще в порядке. Ну, там в определенный момент стало понятно, что начнется... Что Александр Первый, всё, Константин? Нет, нет, Константин... Было понятно сразу? Нет, нет, смотри, Константин-то должен был быть, но там, во-первых, была как бы какая история, в момент, когда они все были маленькими, да, когда они все были царевичами, ну, им в любом случае нужно было всем дать блестящее образование, вообще всем. Да. Тем более, ещё была живая екатерининская идея, что её внуки, они будут осуществлять великий греческий проект, потому что если смотреть, какими именами названы были дети Павла, там у всех имена, которые что-то значат в истории древнего мира. Александр – это Александр Великий, Константин – это тот самый император, который основал Константинополь, Царград. По замыслу Екатерины у них у всех должно было быть блестяще... Ну, она же просто не дожила до этого момента, да, она же не могла за всем уже уследить, когда её не было в живых. По её замыслу у них у всех должно было быть... Удобно. Да, с небес... Хорошая отговорка. Да, с небес не могла отправлять директивы, как их надо воспитывать. Но её замысел был такой, у внуков должно было быть блестящее образование, очень многогранное, которое должно было подготовить их не просто к управлению Россией, а, простите, к управлению большой русско-греческой конфедерацией. То есть предполагалось, что греков освободим, Константинополь освободим, и там либо вообще присоединим его к Российской империи, либо создадим буферное такое государство между османами и нами. Османов там отбросим, типа, на Ближний Восток. И вот этими всеми буферными государствами в идеале должны были править как раз эти дети. Поэтому им давали хорошее образование, но без Екатерины это образование уже было, так скажем, в немецком духе. Особенно если мы говорим про Николая. То есть шли годы, и просто менялась повестка. Вот о чём речь. А в самом начале, да, сама идея была такая, что они все должны быть просто этими, знаешь, вундеркиндами, да, с передачи «Самый умный». То есть просто суперкрутые дети, которые начнут там менять политику России, менять политику мира. Это же потом стало понятно, что Николай – это человек несколько ограниченный. Причём не глупый, а вот просто ограниченный. У него есть совершенно свой понятный… Да, свой круг интересов. Он, кстати, этот круг был… Всё равно он человечный, понятный был, да. То есть он там женщин любил, там какие-то забавы царские, они были ему не чужды. Но это был вообще не человек культуры. Вот вообще не человек культуры. И это был человек, который считал, что дисциплина, она оправдывает всё, она излечит всё. То есть он предпочитал не талантливых и волевых людей, а людей послушных. И вот за это Герцен, собственно говоря, очень сильно ругал, так скажем, немецкий компонент в Романовых. Там только пикантная деталь была в том, что Герцен-то сам по происхождению немец был, ну, по матери. Но это уже… Значит, ему можно такое писать, его не отменят, раз он сам немец, можно говорить такие. Ну, это как в Америке, да, типа я могу говорить N-word, потому что я, собственно, темнокожий. Да-да-да, вам нельзя. Примерно такого уровня дискурса. Ну, короче, это, кстати, такой в проброс, да, реклама. Почитайте обязательно потом былое думы Герцена, кто не читал. Опять же, у нас из-за того, что революционная пропаганда, да, советская пропаганда, она, опять же, улицы Герценом назвала, нам кажется, что что-то такое хрестоматийное, скучное. На самом деле, из всех авторов 19 века это был человек, который писал этому языку, то есть ты читаешь, и тебе кажется, что это какая-то лента вот современная, там, в Телеграм-канал какой-то читаешь, вот типа того. То есть у него очень такой язык, он как бы яркий, и при этом не перенасыщенный вот какими-то эпитетами, суперсравнениями. Ты читаешь, прям суперпогружаешься вообще во все это. Вот, так что Герцен, Белое Думы, очень советую. Ну вот, а я говорил про Царско-сельский лицей, и вот Царско-сельский лицей это была полная противоположность тому, что в дальнейшем Николай будет желать от своих подданных, да, то есть там не было толком нормальной программы, там непонятно было, как бы преподаватели сами иногда не понимали, какой конкретно курс они должны вести, что они должны рассказывать своим учащимся. Ну, экспериментальный, да, класс. Но вот самое крутое, что там был нетворкинг, и свобода абсолютная мысли, абсолютная свобода слова. Ты был человеком, который чувствовал свою причастность к большой истории, на их глазах горела Москва, ну, как бы в их эпоху горела Москва, да, в их эпоху был разбит Наполеон, в их эпоху была победа, когда русские войска входят в Париж, и когда поэтому Пушкин потом в этих там посвященных лицейским годам, да, стихах пишет «мы», типа там, и мы видели, как Москва горит, как-то так, он не лукавит, потому что они действительно ощущали себя частью вот такой большого исторического нарратива, большого исторического процесса. И вместе с тем, отсутствие какого-то доктринерства, какой-то сверхдисциплины, какой-то пропаганды, там, промывки мозгов, весьма вольнодумные преподаватели, бывало, попадались, все это привело к тому, что каждый практически из лицеистов не просто добился чего-то, каких-то там постов, да, и наград, а стал заметным человеком своего времени, то есть каким-то лидером мнений, если хотите. И там даже если Пушкина не брать, ну, опять же, Дельвик Кухельбекер, да, это супер-супер важные люди, просто в истории там первой четверти, первой половины 19 века без них обойтись решительно невозможно. И это мне еще раз говорит о том, что, ну, иногда в образовании на самом деле важно даже не то, что тебе преподают, да, то, что Пушкин, например, это был человек, который, ну, блестяще с детства, как и все дворяне, знал французский язык, и он сам себя образовывал, просто читая огромную библиотеку. Он прочитал кучу книг там еще в детстве просто от скуки, потому что семья у него там была не шибко, скажем так, милая и интересная, что с отцом, что с матерью отношения были очень натянуты, и поэтому в его стихах ни маму, ни отца вы не найдете, вообще никаких упоминаний. То есть у него, его детство, оно начинается с лицея. Вот у человека детства, вот, как бы нормальное отсутствует, у него все начинается сразу с подросткового юного возраста. И при этом, да, какой у него пиетет к дружбе, какой у него пиетет к благородству дружбы. Когда, собственно говоря, да, его спрашивали про декабристов, он говорил, да, я бы был вместе с ними, ну, если бы, собственно говоря, присутствовал в этот момент в Петербурге, я бы был там с ними. Не потому что, опять же, я какой-то суперреволюционер, потому что наша дружба, да, и наши клятвы, и все остальное, это как в «Бригаде». Помнишь, вот, когда они клялись, там, я клянусь на Воробьевых горах. Вот. Кстати, на тех же Воробьевых горах по... Ну, у меня такой же взгляд на дружбу. Герцем с Огаревым, да, поклялись. А у тебя такой же, да? Да, да. Ну, мне, в принципе, идейно Пушкин очень нравится. И, ну, точнее, как идейно, там, невозможно сказать, какие конкретно были идеи у Пушкина, они часто противоречивые, но мне, в принципе, нравятся такие люди, потому что, если таких людей исключить из жизни, они становятся очень скучно. Люди убежденные с понятными ориентирами, с понятными взглядами. Это все чудесно, но без таких людей, как Пушкин, действительно скучновато. Абсолютно. И это, кстати, понимали многие завистники, в том числе завистники талантливые, например, Фадей Булгарин, человек, конечно, которого литературная критика русская, да, превратила в абсолютного доносчика и злодея. Ну, доносчиком, да, он был. Но злодей, это, конечно, не совсем так, просто это был совершенно другой тип. То есть, если Пушкин, да, в нем вот это безумие, конк-рок и авантюризм сочетался с благородством, то Булгарин это был, ну, человек немножечко осторожный, трусливый, послушный, безусловно, который пытался выслужиться. Ну, то есть, у него был просто другой темперамент, другой характер. Но вот он ненавидел вот этот лицейский дух Пушкина, и он буквально об этом в своей доносительной записке упоминает. Зачитываю. Нечто о царско-сельском лицее и о духе Онова. В свете называется лицейским духом, когда молодой человек не уважает старших, обходится фамильярно с начальниками, высокомерно с равными, презрительно с низшими, исключая тех случаев, когда для фанфаронады надо показаться любителем равенства. Это вот как Булгарин видел Пушкина и его друзей. А вы теперь представьте, как это разительно отличалось от всей той дисциплины и жесткой системы, системы полицейского надзора, тайной полиции, да, которую, собственно говоря, и насадил Николай. Да и которая была, в общем-то, до этого. Александр I тоже запрещал тайные общества и, в общем, тоже не был рад тому, что там дворяне обсуждают какие-то свободы для России, да, какие-то будущие проекты. Ну, вроде не сразу. Первая же довольно, половина царствования была у него довольно такая в либеральном духе. Совершенно верно, да. После 12-го года. Когда Пушкин еще маленьким ребенком был, да. А когда вот как раз он уже был и лицеистом, и уж тем более, когда подрос, к этому моменту пляшивый карлик, враг труда. Это строчка Пушкина про Александра I, да. Ну, не каждому императору понравится, когда ты его, простите, пляшивым карликом называешь, да. Вот, тем более, что Александр первый объективно один из вообще... Странно. Объективно-то вообще, если уж так, да, ну, Пушкин в чем не справедлив, это объективно один из лучших наших правителей, потому что, простите, если королеву Викторию по паспорту звали Виктория Александрина, да. Это, чтобы вы понимали, насколько популярен был Александр и вообще, в принципе, Россия после 1814 года, да, когда, собственно, с Наполеоном Бонапартом было покончено. Потом, правда, еще было его 100 дней, но неважно, в любом случае. Это уже мало кто помнит. Это был триумф. И это был момент, когда вот все эти лицеисты, они, присполненные, да, этим патриотизмом и бодростью духа, они считали действительно, что вот они будут тем поколением, которое изменит Россию. То есть, почему во многом у них не было этого страха? Почему они не боялись писать и говорить то, что думают, да? Опять же, напомню, за что Пушкин в ссылку-то при Александре Первом отправился, да? За свою, так сказать, одувольность. И потом еще будут к Чаадаеву. Это же еще была не ссылка. Это же еще была просто командировка за одувольность, нет? Слушай, а это уже как интерпретировать? Как посмотреть, да? Он фактически и формально продолжал оставаться на русской государственной службе, да? То есть, ну, в Кишиневе, там, в Одессе, да? Он продолжал оставаться госслужащим. То есть, простите, на Соловки его не отправили, и слава богу. Хотя на Соловках много великих людей побывало, и я в том числе побывал на Соловках. Слава богу, не как заключенный, как турист. Его отправили на юг. Естественно, да, это мягкая форма ссылки, но это все-таки ссылка, это удаление от столичной жизни, это удаление от каких-либо центров витературных, потому что, конечно, да? Ну, казалось бы, что ты там будешь делать в Молдавии? Что ты там будешь делать, да, в этом Бахчисарае своем? А он берет и пишет, во-первых, великолепные стихи, да, которые потом его обессмертили. Во-вторых, он изучает экзотику и окраины, да, как бы империи. Это то, что будет в своей литературе, в своих поэзиях делать Байрон, да? То есть романтизировать экзотику, писать об уголках страны, в которых, ну, ни один литератор, ни один поэт еще просто не побывал. Оставлять после... после всякого-то литературного следа. Но что самое любопытное для меня лично, я это вот как раз в биографии Лотмана подчерпнул, отправляясь вот в эту как бы ссылку, сравнивая себя с древнеримским Овидием, которого тоже за стихи император сослал туда же причем, к Причерноморским берегам, Пушкин начинает, по сути дела, мифологизировать свою собственную биографию. Он сделал это гораздо раньше любых литературоведов и любых последователей, потому что вот в своих стихах, которые были посвящены дамам, которые вертелись вокруг него в этой провинциальной ссылке, то есть там с Раевскими, да, с дочерьми у него был не то роман, не то влюбленность, непонятно что, он распространяя через письма, через друзей, через какие-то свои жалобы друзьям, слухи о том, что вот, значит, там с этой сейчас нахожусь, вот такое стихотворение я тебе отправляю, ой, последние три строчки, это посвящено даме сердца, это, пожалуйста, вычеркни это, не публикуй. Ну, понятно, да, если хочешь, чтобы не публиковало, не надо отправлять. Он все это рассылает, понятное дело, в Петербурге уже начинается какая-то параллельная литературная жизнь Пушкина, все обсуждают его, обсуждают его женщин, а этих женщин, может быть, никогда с ними не было. Ну, то есть, понятно, он, может быть, с ними здоровался, там, да, был на каких-то вечерах, но он с ними, там, простите, не спал, у него с ними не было никаких романов, но он, благодаря тому, что вводит их как мус в свою литературу, начинает постепенно создавать и конструировать вокруг себя образ вот такого опального, ссыльного, запрещенного поэта, который, тем не менее, уже легенда, да, у которого уже есть дамы, с которыми у него романы, которые в него влюблены, или он там влюблен в них, и это еще так все романтично, и это все в экзотических, каких-то, на каких-то экзотических окраинах Российской империи, а не просто какой-то дикой провинции, да, как бы сказали другие. То есть человек, по сути дела, пользуется своим положением, которое многие бы посчитали плачевным, он конструирует свой миф, и Пушкин, когда вернется из этой ссылки, когда Николай уже после смерти Александра, да, легализует его и приблизит к себе, он приблизит его к себе и сделает уже легендой в этот момент. Вот это меня в нем удивляет и поражает. Мы часто воспринимаем Пушкина как человека, которого, или Монов так про него пишет, да, которого возвеличили после, что вот его превратили в памятник уже там после его смерти, ну, простите, он очень много сделал для того, чтобы остаться первым русским поэтом. Он очень много сделал для самопиара, и в самопиаре он был просто мастер, честно говоря. Он гений маркетинга. Он гений. Я боюсь представить, чего бы он достиг в 20-м, или, упаси боже, уже в 21-м веке. Вот, это все еще в 19-м веке, прикинь. Я думаю, что он был бы очень популярным блогером, да, скорее всего. Да, самым, возможно, популярным блогером в мире. Подписчиков у него было бы, да, точно, полно-полно. Ну, и, кстати говоря, если вот говорить о заработке, да, и о деньгах, это, по сути, был первый литератор в нашей стране, который зарабатывал немножечко так о деньгах. Да, он сделал это профессией. Он сделал это профессией, зарабатывал большие деньги, причем он, к сожалению, не смог превратить этот заработок в позитивный доход, который бы перевешивал его расходы, потому что семейство Пушкиных при всей родовитости, при всех там в веках истории, которые идут от Александра Невского, это была беднейшая, одна из беднейших семей. Ну, то есть в том плане, что оставили родители ему, в общем-то, ничего, все было там заложено, проиграно, плачевная, печальная финансовая ситуация, а Пушкин, ну, он вел дворянский образ жизни, он не мог экономить, это же не буржуазия какая-то, да, которая экономит просто на всем подряд. Романтизм придуман, простите, аристократами, Шатабриан, да, Байрон. В чем был писк, самый главный писк романтизма и вообще аристократизма? Ты можешь позволить себе путешествовать. Буржуазия, она трусливая, она сидит, как бюргеры в своем городке, у них какая-нибудь там своя сыроварня, там, я не знаю, какое-нибудь свое дело или коммерческое какое-то предприятие, и вот он просто сидит на месте ровно и зарабатывает, зарабатывает, и молится, чтобы у него там эта копеечка как бы, да, завтра не убавилась. А дворянин, он, в принципе, за один день в карты все может проиграть, человека на дуэль вызвать, и это вот просто его лайфстайл. И Пушкин, конечно, поддерживая такой... Да, это красиво, потому что... Конечно, да. И поддерживая такой лайфстайл, ну, разумеется, быть вот в современном смысле слова семь навыков высокоэффективных людей по кови, да, быть каким-то там проактивным и, не знаю, вести семейный бюджет в Excel-табличке, ну, просто невозможно, решительно. То есть для русского дворянина это даже низко, это низко. И поэтому Пушкин и с одной стороны был человеком, который впервые стал на литературе зарабатывать, а с другой стороны, который так на ней и не заработал. После его смерти Николай I покрыл долги семьи, потому что семья вся была в долгах. Да, там 100 тысяч долгов у них было. Но на самом деле финансовая грамотность это правда не про наших людей. А ты, кстати, вот... Я прям достойная наследница Пушкина. Ты как считаешь, что мешает писать? Вот излишний акцент на финансовой грамотности, на прагматичности. Вот ты за Обломова или за Штольца? Скажи так. Ну, наверное, по склонностям своим естественным, природным я за Обломова. Да, потому что вот это вот немецкое, это все совершенно не про меня. Я до сих пор не умею считать деньги. Слава богу, что есть хоть какие-то деньги. И пересчитывать их не так, чтобы очень долго. Но я совершенно не представляю, что такое финансовая грамотность. И тоже обращаюсь с деньгами так, как будто бы у меня их очень много. А на самом деле потом оказывается, что и не так уж и много было. А ты свою родословную не чекала? У тебя дворянских кровей случайно нет? А, слушай, нет. У меня брат как-то занимался нашим генеалогическим древом, вот. И что он раскопал, что в Украине есть деревня Касьянов. Собственно, это по отцу. И там все пьют, и черти ходят. Вот все, что я знаю про свой род. Слушай, а вот если говорить, да, про наставников Пушкина. Пушкин, это, как я уже заметил, да, был человек, у которого отец вообще не был роум-модел и образцом для подражания. Опять же, Лотман восхитительную сцену приводит, где, значит, его малолетний брат Лев разбивает какую-то рюмочку, ну, или что-то в этом духе. И отец на протяжении часа обеда отчитывает малолетнего сына за то, что тот разбил рюмку. И чуть ли там не... Ужас. Да, чуть ли там не чек, извините, ищет, ну, выражаясь современным языком, да, там вот, чтобы показать, сколько денег теперь семья потеряла там из-за разбитой рюмки. То есть там прям даже не бережливый, а скупой характер. Вот прям реально скупец такой был, который, безусловно, для Пушкина не то чтобы романтическим ориентиром, а даже ориентиром финансовым быть не мог, ни при каких обстоятельствах. С другой стороны, его всегда манило к людям старше его и более опытным. Жуковский, к примеру, да, человек, который был, пожалуй, виднейшим поэтом до Пушкина. И человек, который благословил Пушкина, да, потому что когда он прочитал Руслану Людмилу, собственно, он отправил ему свой портрет с подписью от побежденного учителя. Хотя как бы они не то чтобы там как-то состязались и соревновались, история запомнила обоих, понятно, в разных пропорциях. Я Жуковского, в первую очередь, конечно, как переводчика люблю, потому что я Одиссею его очень люблю. Но вот сам факт того, что, да, что его уже начинали признавать в этот момент и признавать не с бухты-барахты, да, и не какие-то левые люди, а те самые люди, которых он вообще-то объявлял своими собственными учителями. Ну, получается, что он превосходил своих учителей. По крайней мере, если мы говорим о литературе. Да, и это, конечно, тоже очень удивительная штука. Почему, опять же, Пушкин, да, такой многогранный и для меня крутой тип. Теперь уже по итогу вот как 29-летний там человек, а не как школьник, который фанат Маяковского. Потому что Пушкин совмещал в себе в том числе страсть к работе. Вот при всех своих путежах, балах, бесконечных дуэлях, слава богу, от которых он даже не страдал, в общем-то, и ранений не получал никаких серьезных, вот с исключением самого последнего смертельного. При всем при этом это был человек, который умел заперессы и начать работать, если это было необходимо. Он, собственно говоря, это доказывал и во время каких-то вынужденных моментов одиночества, да, и самоизоляции, там, что в Михайловском, что потом там Болдинская осень. Но даже и без этого его литературный труд это действительно поймать как бы вдохновение просто за шкирку, сесть и сделать это. То есть это не какой-то, знаете, такой был человек, у которого было там миллион идей, и все миллионы остались нереализованными. Вот половина осталась нереализованными, и это бесконечно интересные идеи, чтобы он мог с этим сделать. Очень много он по древнерусской истории хотел написать, например. Его это очень интересовало. Его интересовали, я думаю, Лавры Вальтера Скотта во многом. Это же как раз был самый модный писатель на тот момент в мире. Он как раз исторические книги писал. И вместе с тем трудолюбие Пушкина, вот оно меня очень сильно всегда поражало. Это очень мотивирует на самом деле. То есть понятно, что есть какие-то вещи, которые, наверное, с точки зрения финансовой грамотности повторять бы не хотелось, просто чтобы не оказаться. У разбитого корыта, как его, собственно говоря, сказки. Потому что Николай Первый, он моим родственникам, моей семье помогать не будет. Его уже, к сожалению, нет в живых. А вот именно работоспособность и вообще охват мысли Пушкина, то, как он относился с драйвом к собственной работе, это меня поражает. Когда он закончил, в общем-то, Бориса Годунова, это же известный факт, он просто скакал и прыгал по своей комнате, крича, ай да Пушкин, ай да сын. И это, в общем, мне напомнило Егора Летова, который сказал, что когда я записал там, значит, альбом «Мышеловка», и потом в 87-м году вообще будет прецедент, когда он там 5 альбомов, да, за, ну сколько, за 3 месяца, по-моему, запишет. Ну, то есть, и все один сыграет там на бас-гитаре, на гитаре вообще на всем, все споет сам, все сведет сам, ну, то есть, просто человек-оркестр. Вот Летов тоже говорил, что когда я понял, что я все это сделал, и это звучит именно так, ну, примерно так, как я этого хотел, я тоже начал дикого пить, кричать и бегать по квартире в Омске. Вот, и у меня тоже, если честно, такая с Пушкиным параллель какая-то возникла, то есть, вот это тоже очень работоспособные были люди, да, которые могли сделать, ну, делать все, что угодно, так же, как Егор Летов, да, он был и автором песен, автором текстов, потрясающий поэт, и иллюстратор, и прочее, и прочее. Пушкин охватывал огромное количество тем, в них можно очень легко запутаться. Я думаю, кстати, это тоже школьников очень сильно путает, потому что они не понимают, какой именно Пушкин их вообще может заинтересовать. То есть, Пушкин, который автор Дубровского, Пушкин, который автор пример, которого, я считаю, вообще невозможно оценить. Или Руслана Людмилы. Или Руслана Людмилы, который возможно, кстати, оценить в юном возрасте. Вот Евгений Онегин, мне кажется, это произведение, до которого буквально надо дорасти. Я очень долго к ним ушел, но вот с, наверное, 25 лет я его перечитываю практически каждые полтора года. Это вот прямо у меня такая как настольная книга. У тебя какие отношения с Евгением Онегином? Ого, ты меня заразил. А у тебя какие отношения с ним? Слушай, уже отличные. Уже отличные. В школе мне не нравился главный герой, вот. И через это часто шла, в принципе, оценка художественных произведений, вот. А спустя время я поняла, что это гениальное произведение, оно суперинтересное, тоже, опять-таки, очень легкое, вот. И дающее тебе представление о том, как люди жили в этом самом загадочном 19 веке, чем они занимались. Все тем же. Энциклопедия русской жизни, не просто так про Онегина это сказали. Да. Но вот меня лично, именно меня заинтересовала форма. Я именно офигел с того, как это написано. Во-первых... Что-то сериал. Во-первых, я не... Ну, сериал это еще ладно. Ты знаешь, вот когда нарушается эта четвертая стена, да, и начинается разговор с читателем. Захотел целую главу с читателем разговариваю. Это вообще что такое? Ты что, ты в 1920 каком-то году это пишешь, да? Ты какой-то супер-ультрамодернист или постмодернист? Это же мета-роман. Евгений Онегин — это роман о том, как пишется роман. Еще и в стихах причем. Ладно, окей, с этим еще можно как-то там примириться, и, наверное, в какой-то момент ты привыкаешь, пока читаешь. Потом я офигел, когда узнал, что Пушкин разработал уникальный размер, уникальную строфу, Онегинскую ее так и называют, да, для своей работы. Я не литературовед, как бы в эти дебри углубляться не буду. Лучше посмотрите сам, Ирина, правом полушарии интроверта, которые этому посвящены. А мне кажется, что да. Но там оригинальная... Звучишь так. Там оригинальная Онегинская строфа, то есть вот просто именно размер стиха, то, как он должен выглядеть, как должны рифмоваться строчки, да, там то парная рифма, то, значит, первая рифмуется, третья, вторая, четвертая. Чередование этих рифм. Вот это все разработал сам Пушкин и, собственно говоря, строго соблюдал на протяжении всего романа в стихах, да, всей этой потрясающей истории. Но дальше я начал его перечитывать уже из-за стилистического разнообразия. То есть я не устаю об этом читать, но сам герой, ну, то есть сам Евгений Онегин, там, или Татьяна, я даже, может быть, согласен с Писаревым, что это какие-то простенькие персонажи, они сами по себе, как вот историю рассказать, да, они умещаются в 5-6 предложений, и это все неинтересно. Интересно то, как Пушкин извивается с русским языком, как он находит слова, метафоры, какие-то сравнения и параллели для каких-то вещей, о которых ты вообще не думал, когда начинал читать Евгения Онегина. Там ведь про все есть. Там есть про любовь, про быт, про приключения, вот эти его, знаешь, мысли на полях, как бы, которые не на полях, а на самом деле в самом тексте произведения, они, в общем-то, интереснее самой истории. Иногда даже он так лениво возвращается, типа, ну что ж там мой Евгений, да, там, давайте уж к нему вернемся. А я думаю, да не надо, не возвращайся, продолжай, типа, мне очень интересно то, что ты думаешь. Он как будто просто в стихах рассказывает свою концепцию жизни, да, или там свои какие-то взгляды на искусство, на любовь. Естественно, были произведения, которые действовали подобным образом. Я, например, в прошлом году как раз прочитал Байроновского Дон Жуана. Вот он выстроен по такому же принципу, там тоже сюжет на самом деле вторичен, а первичны размышления автора в стихах. И при этом сюжет забрасывает этого персонажа в самые разные локации, чтобы ты понимала, целая там глава в Байроновском Дон Жуане, она посвящена штурму Измаила, Суворовскому, вот тому самому русско-турецкой войне. Я вообще не ожидал, что я там это увижу, но там это есть. И вот в Онегине так же, то есть бац, ты не ожидал, что с тобой напрямую автор начнет разговаривать, а он в определенный момент берет и делает это. И я до сих пор в шоке с того, насколько это авангардная, экспериментальная форма, не то, что там для 19 века, а в принципе для всей русской литературы. Поэтому, когда, знаешь, говорят, что это энциклопедия русской жизни, для меня это даже энциклопедия не в смысле, что она сообщает приметы времени, хотя они там есть, типа там, и выйдя на бульвар, Онегин, да, там надел боливар, это все есть. Но для меня это в первую очередь вот такое превосходство формы. Вот когда ты берешь и русский язык показываешь настолько мощным, сильным и красивым, что о чем бы здесь не было написано, тебе будет интересно это читать. Потому что сама интонация, сам драйв текста, он такой, что ведет тебя за собой. Да, подписываюсь по твоими словами. Вот, поэтому это для меня в каком-то смысле теперь настольная книга, то есть я прихожу каждый раз туда за чем-то новым. Я каждый раз читаю это по-новому. Сам по себе, как сказать, история, да, ее каркас, он уже для меня не особо интересен. Ну и, кстати, раз про Онегина и про, да, превосходство слов и формы сказали... Видимо, пришло время перечитать. Да, да. Я же, знаешь, о чем подумал, раз про Онегина и про превосходство формы сказали, еще важно упомянуть, наверное, будет то, что Пушкин принадлежал к так называемым арзамасам, да, то есть к литературному обществу, как раз тоже таких панков от литературы своего времени, которые стремились обновить русский язык, в первую очередь литературный, конечно, да, сделать его более, с одной стороны, легким, а с другой стороны, современным. И что самое смешное... Так и сделали. Пушкин сегодня у нас считается, да, таким образцом и ориентиром, там, не знаю, кто-нибудь слушает какого-нибудь иноагента Моргенштерна, к примеру, и в комментариях, там, да, какой-нибудь Скуф или, там, я не знаю, какой-то человек, который не очень врубается во все современное, или, там, кишлака, не знаю, он пишет в комментариях, там, вот, молодежь пошла, там, типа, где там великая русская литература, что там, вы позабыли русский язык, потому что, видите ли, там, они используют англицизмы, да, ну, к примеру, Морген. Простите, собственно говоря, весь Арзамас стоял на том, что они пытались русифицировать французские слова, да, перевести их удачно, используя, собственно говоря, русский язык, внедрить их в речь, вместо того, чтобы использовать какие-то, там, церковно-славянизмы, архаичную речь и прочее, прочее, на чем настаивали противоположные литературные группировки. Ну, и что по итогу вышло? По итогу Арзамас победил. Ну, в каком-то смысле Арзамас, ну, я не буду говорить, что был Моргенштерном в своем времени, да, но он не боялся совершенно впитывать как губка в себя иностранное для того, чтобы в итоге великий, могучий русский язык все равно все это переварил. Панталоны, фраг, жилет, в русском таких слов нет, да, но сегодня мы к этим словам абсолютно легко привыкли. Это тоже пушкинская цитата, и Пушкин совершенно вольно обращался и с англицизмами, и с галлизмами, да, с французскими словами, с чем угодно вообще. Он знал, что русский язык все равно сильнее, знаешь, который вот набрасывается на все новое, а вместо того, чтобы предложить что-то альтернативное взамен, да, что они говорят? Ну, давайте разговаривать на языке, там, двухсотлетней давности. Пушкин это не устраивало. Он хотел творить современный язык, и, в общем-то, он это сделал. Он очень хорошо слушал. Он слушал людей, и он писал так, как люди говорят. И поэтому и получилось так легко, и получилось так вне времени. То есть мы действительно говорим на языке Пушкина до сих пор. Да. А не церковно-славянском. При том, что, да, до этого тяжеловесный был слог в литературе, если там читать того же Держаевна, Ломоносова. Опять же, у них есть офигенно крутые стихи. Ужас. Но это очень тяжеловесно с точки зрения современности. То есть ты смеешься с того, как люди слова друг за другом просто располагают. Потому что так уже не то, что не говорят, да, так даже не читают. Простите. Так уже не прочтешь ничего. Да, да. У тебя просто спотыкается, типа, глаз, когда ты это видишь. Ну, как исторический памятник, интересно, да. Но все, пожалуй, на этом. А ты, кстати, советский сериал 86-го года про Михаила Ломоносова не смотрела? Нет. Слушай, я тебе дико советую посмотреть. Я же не знал, что есть такой. Да вот я тоже до недавнего времени не знал. Он называется Михаил Ломоносов. Прям не врет зрителю. Удобно. Я не забуду, скорее всего. Называется так, да. Не буду записывать. И он про него. Я офигел. Слушай, там музыка, кадр. То есть это именно с кинематографической точки зрения очень круто сделано. Прям суперинтересно. И как-то не банально подано. То есть обычно все эти советские биопики, они такие, знаешь, рисуют идеальных, правильных людей. А Ломоносов там вот он живой. Он прям реально... Он жесткий. Он и не очень такой семейный. Достаточно нелюдимый. Вместе с тем опять в нем такой кипучий драйв исследователя, ученого. Вообще прям суперкруто. Я прям посмотрел. В наши мрачные, так сказать, годины это меня подбодрило очень сильно. Потому что у человека тоже обстоятельства были жесткие, но он их преодолевал. В общем, советую посмотреть. Прям классный фильм. И музыка там просто божественная. Посмотрел. Там музыка электронная. То есть там, короче, играет, знаешь, не попытка стилизовать под 18... Чего? Да, да. Не попытка стилизовать под 18 век, а там вот как Эдуард Артемьев в Сталкере, знаешь, то есть там поливоксы фигачат. Да, там Ямахи. То есть там такие тинты, вот как Нью Вейв 80-х годов, знаешь. Райан Гослинг в фильме Драйв. Да, да. И вот примерно то же самое. Короче, советую. Обалдеть надо, посмотрю. Не спроста, значит, были эти пушкинские вечера, не спроста мучили меня в каком-то смысле этим персонажем в школе, чтобы я не просто заинтересовался, а разозлился, и от степени своего обозления на Пушкина, да, пришел в итоге, ну вот, к принятию. Я даже не буду говорить почитанию, я просто принял то, что он гений. Это не значит, что я там на него молюсь каждое утро, просто я действительно, читая его, понимаю Бунина. Бунин ведь говорил, что последнее, что я хочу перед смертью, это сидеть в кресле-качалке с Томиком Пушкиным. Типа вот это идеальная смерть. Насколько я помню, кстати, Бунин в итоге с другой книгой был, по-моему, с Львом Толстом он был с воскресенья. Но это, кстати, не точно. В комментариях меня поправьте, если я ошибаюсь. Но вот мечта у него была такая, короче, перед смертью сидеть, читать в кресле-качалке Пушкина. Вот в этом что-то есть, потому что это какое-то... Аркадий, признайся, ты пушкинист. Пушкинист? Признайся. Что это значит? В смысле, увлекаюсь ли я Пушкиным? Ну, Пушкиновета, типа, пушкинист, да. Слушай... Не стесняйся этого. Нет, 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 нет. Когда были такие люди, как Эйдельман и Лотман, да, конечно, я пушкинистом себя называть не буду, но я их читал просто. Я читал тех, кто называл себя пушкинистами, и поэтому чего-то я немножечко знаю. Но, конечно, тоже забавный, да, момент, никогда вот здесь, честно, пока ты не сказал, не отдавал себе в этом отчет, у нас в России есть отдельная профессия пушкинист. То есть у нас есть в литературоведении отдельная вселенная, огромное направление. Отдельное направление, да. Люди, которые изучают и биографию Пушкина, и его конкретные произведения, и его стиль, и там ямбы-хорей, как там, ну, все вот это, да, как бы, в чем я, если честно, не разбираюсь. Я не литературовед, я, конечно, интересуюсь больше именно историческим контекстом. Но вот просто сам факт существования отдельной профессии, да, при всем том, что у нас очень изучают Достоевского и Толстого, я, ну, от Достоевского ведения, да, как-то не слышал, какой-то громоздкий такой, не очень... Да, я тоже. Не очень удобный термин, хотя, безусловно, есть огромное количество, да, Бахтин там и прочее-прочее, кто Достоевского изучал. Но вот именно Пушкиновед, это вот такое уже прям как химик и физик. Есть химик, есть физик, а есть Пушкиновед, как бы, ученый. Да, потрясающие люди. А ты, кстати, хоть кого-нибудь, кроме меня, Пушкиноведа еще встречала вот в своей жизни земной? Нет, на самом деле нет. Мне очень не повезло, я бы очень хотела как-то попасть на такой вечер и посидеть с людьми, которые бы просто все время говорили про Пушкина, вот, с разных сторон. Мне кажется, это было бы круто. Тогда, раз я взял на себя такую обязанность, последнее, что еще хочется о нем сказать, я сегодня, конечно, попытался сделать такую, да, нестандартную биографию, просто там, как на Википедии, это просто и без меня вы можете, дорогие слушатели, прочитать. Я попытался именно отразить его с самых разных сторон, что мне кажется удалось. Но есть еще одна сторона, которой, как историк, я не могу не умолчать, Пушкин как исторический фальсификатор. Потому что, кроме того, что Пушкин был человек, который мистифицировал свою собственную биографию, человек, который вообще придумал, что у писателя и у поэта есть биография, нам может это показаться странным, но вообще-то до Пушкина, ну, посмотрите там, да, на Брятынского или на того же самого Державина, еще на кого-то, на Крамзина. Вы можете читать их произведения, и они могут быть там сентиментальными. Автор не сентиментален. Они могут быть там одухотворенными. Автор глубоко печальный, там у него депрессия, дизморал, и вообще он прожил ужасную жизнь. Они могут описывать какие-то там великие победы, какие-то оды русского оружия, и при этом это человек, который комнатный такой кабинетный червяк, который сидит, никуда не выходит. В общем, жизнь была вообще никак не синхронизирована с литературой. Считалось, что когда поэт пишет, его муза, так сказать, окрыленная какая-то посещает, он преисполняется в своем познании, как идущий к реке, и начинает писать. И вот, грубо говоря, то, что он пишет, это один контент, а то, что он живет эту жизнь, это вообще другая история. Она может никак не синхронизироваться. Пушкин, подобно, собственно, Байрону, в романтической абсолютно традиции, а чуть раньше подобно Шатабриану, он начинает зарифмовывать свои собственные произведения со своим лайфстайлом. И вот пока Пушкин был романтик, в общем, да, Кавказ, значит, Ссылки, Юг, Бахчисарай и прочее-прочее. Романтика, романтика, романтика. Она присутствует и в жизни, она присутствует и в произведениях. Затем меняется образ жизни, меняется и тональность произведений, меняется то, что в них происходит. Вот человек почитал, значит, нашего историка Карамзина. Карамзин же не только «Бедную Лизу» написал, да, он еще историю государства российского напишет. Супер проромановского историка. Говорю проромановского в том смысле, что история смуты там подана так, что, значит, идиоты, казнокрады, мсдоимцы и вообще нехорошие люди раскачали ситуацию в стране до предела. Пришли поляки, ужас, кошмар. А потом чудо, ополченцы. И, слава богу, посадили на трон Михаила Романова. И началась династия Романовых, и все порешало. То есть у него история абсолютно как бы, да, с таким ракурсом, с таким фокусом, что, в общем, там никаких нормальных практически людей не было. Только Минин, Пожарский и, в общем, Романовы, которых, слава богу, что посадили на престол. Пушкин, естественно, вдохновившись всем этим, еще и обнаружив, что там действует в этой истории его предок, то, что Пушкин, опять же, род древний, и Пушкины действовали в том числе в смутное время, он берет и под вдохновением от исторических трудов Карамзина, который, безусловно, очень интересный, и Карамзин как бы большой историк, но историк, который писал с определенным фокусом, сейчас уже там многие его концепции, да, они развенчаны, скажем так. Историческая наука многое достигла, многое прошла и без него. Но Пушкин-то этого, естественно, читать всего не мог. Он читал то, что было у него, и он пишет своего Бориса Годунова, где, во-первых, Борис Годунов предстает просто как, да, такой шекспировский антагонист, персонаж просто трагичный, да, который, с одной стороны, сокрушается из-за всех тех напастей и бед, которые там, значит, к нему пришли, а с другой стороны, он же эти беды себе и накликал своими подлыми действиями, убийствами. Он убил, значит, царевича Дмитрия. И вот эта фраза, и мальчики кровавые в глазах, да, что вот, мол, его как бы преследуют убийство невинного ребенка. Но мы-то сейчас уже знаем, что, скорее всего, Борис Годунов не стоял за убийством Дмитрия, и, возможно, вообще-то никакое не убийство. Дмитрий болен, эпилепсия был там, там, сам себя поранил. Это вот уже современная, как бы более-менее мейнстримная версия, которая есть. Но, прочитав Крамзина, прочитав одну из трактовок, да, исторических событий, которые ему были предоставлены, он в своем произведении однозначно расставил акценты, что вот, мол, был такой Борис Годунов, хотя вообще хороший был царь в целом, просто там, неудачное время оказался, неудел, там, климатические, экономические, социальные проблемы. На самом деле, как бы, по компетенциям был вообще не самый дурной человек. Но сделал его Пушкин однозначно вот таким демоном, убийцей, убийцей Дмитрия, и до сих пор в школьной программе, когда проходим смуту, до сих пор, когда проходим эту тему, Борис Годунов трактуется не как исторический персонаж, а как персонаж, которого придумал Пушкин. Или вот, например, Шекспир, да, взять его Ричарда. Ну, не был Ричард такой сволочью, да, и таким злодеем, какой его описывает Шекспир в своей знаменитой этой трагедии. Это уже сейчас мы просто как историки знаем. Но с легкой руки Шекспира все поколения последующие, которые так или иначе с этим произведением сталкивались, или хотя бы смотрели фильм там с Лоуренсом Оливье, да, великим, или постановки смотрели шекспировские, все, они знают, что Ричард говнюк. У них просто не может быть никакого другого мнения об этом короле. И то же самое, короче, с нашим Борисом Годуновым. То есть Пушкин, опять же, настолько был гениален, мало того, что он заставил весь мир поверить, что Сальери убил Моцарта, он еще и заставил, ну, как минимум, всю Россию поверить в то, что Борис Годунов убил царевича Дмитрия. Понятно, что это как бы сделал-то Карамзин, но благодаря Пушкину это закрепилось. Без Пушкина, да, ну, такой многотомный труд, как в истории государства российского, он бы, может быть, не был бы настолько популярным. То есть он был еще и великим фальсификатором истории, сам того не зная. Не потому, что хотел нам соврать, а потому, что сила его вымысла была настолько огромная, а что нет, приходится вот так вот раскапывать это все. Так ли это важно? Мне кажется, что он создал такие яркие образы и сделал такую великую литературу, которая реально затмевает реальность. Вот. И плюс, ну, и другие исторические источники, а так ли они надежны? Тоже. Sorry. Ну, видишь просто, да, есть разница между несколькими версиями, такой полифонии, назовем это, и тем, как ты... Доминирующей, да. Да, с какой мыслью ты выходишь с Бориса Годнова, простите, ну, строчку народ безмолвствует, да, народ безмолвствовал. Да. По-другому воспринимать нельзя. Это острейший политический комментарий. В этом смысле, конечно, это вообще никогда не устареет. И когда я несколько лет назад прочитал про авангардную, по-моему, в Гоголь-центре закрывшемся была постановка, да, Бориса Годунова, что там в середине спектакля там типа ОМОНовцы врываются в зал, ну, это, грубо говоря, вот часть постановки было, да, то есть они пытались на современные реалии переложить политический триллер, который описан, да, в смутном времени. Я вообще сильно не удивился, потому что я это так примерно и читаю. То есть это произведение, как бы оно о временах, в которых Пушкин, естественно, не жил, потому что они для него были древностью, но они о временах, которые для России будут актуальны всегда, да, борьба политических кланов, место народа в истории, властители, которые пытаются перехитрить судьбу, и не всегда из этого что-то, так сказать, хорошее выходит, и прочее, и прочее. То есть в таком случае ложь во имя искусства, да, это ложь во спасение, которая, безусловно, как бы хороша собой. Но это просто к тому, что, да, если начинаешь именно препарировать, то становится интереснее гораздо все, потому что какие-то вещи, которые мы теперь считаем незыблемыми, это, в общем-то, даже не исторический факт, это вот просто Пушкин так написал. Авторство Пушкин, да. Совершенно верно, да. Гений. Ну все, слушай, по самым ключевым произведениям мы точно прошлись, по всей биографии, кстати говоря, тоже пробежались. В общем-то, даже смерть, мы со смерти, в общем, и начали, да, потому что мы обсуждали, что было бы, если бы не умер, если бы написал. Я думаю, что вам всем известна эта история. Дантес, человек совершенно безидейный, бесхитростный, очередной француз на русской службе, коих, к сожалению, после и революции, и наполеоновских войн было много. У нас же страна, ну иностранцев у нас в стране очень любят, иностранец это всегда круто, да, там Такер Карлсон приехал в Ашан, его надо свозить. Ну такой же Дантес приехал, на русскую службу поступил, и, в общем-то, нашего великого русского поэта убил. Случилось это по целому ряду, в том числе личных причин, которые тут можно обсуждать, можно не обсуждать, но что хочется сказать, Пушкин, конечно, умер... Сексуальный скандал. О, да, о, да. А Пушкин, кстати, в отличие от многих наших последующих писателей, большим, кстати, сексуальным гигантом не был, по крайней мере, из того, что вроде как выходит из его дневников, да, из каких-то любовных побед, которые он там, скажем так, себе брал на счет. Это опять мистификация, то есть он вел очень такой загульный, полугусарский, дворянский, аристократический образ жизни, да, где было место веселью. А вместе с тем, ну и, понятно, у женщин всегда пользовался популярностью, да, первейший русский поэт, и в целом харизматичный такой пацан. А вместе с тем, если говорить про реальные какие-то столкновения с женщинами, да, его, они порой действительно напоминали какую-то платоническую влюбленность. Вот опять же сомнительно, насколько даже платоническая влюбленность имеет место быть в его южных ссылках, насколько он вообще приближался к этим женщинам в реальности, а насколько просто писал о них, значит, какие-то воодушевленные стихи. То есть с Пушкиным вообще все не так просто, поэтому сексуальный скандал, не сексуальный скандал, а тоже... Нет, это не его сексуальный скандал, не его сексуальный скандал, я говорю про... А, Дантес? А, ну да, Дантес. Да, да. Там ведь еще очень запутанные, сейчас не буду в это углубляться, но очень запутанные истории. Что хотелось бы сказать? Пушкин умер, но, в общем-то, он жив, жив, как и Ленин, как и Джон Леннон, как и прочие-прочие большие люди... Летов. Как и Летов, да, кстати говоря, и Летов, и Ленин, и Пушкин, и прочие живые, потому что... Ну ладно, Ленина давайте как политическую фигуру все-таки уберем, но вот Летов, Пушкин, Джон Леннон и прочие, да, творцы, к ним можно относиться по-разному. Кстати, Лимонов ненавидел и Джона Леннона тоже. Такой вот... Вот такой вот... Такой вредный мужик, обожаю. Да, очень вредный на большой был. Но вот как бы его кто не ненавидел или не пытался сбросить с парохода современности, как бы кто не испытывал к нему неприязнь после школьной программы, что понятно, все равно оказывается, что сбросить его невозможно. Оказывается, что в школьной программе он за разу все равно остается. И самое главное, оказывается, что там к зрелому какому-то своему состоянию, к 25, к 30 годам, мы все равно рано или поздно до него добираемся и понимаем, что он крутой. Мы сами в итоге переоткрываем для себя, казалось бы, банальную истину, что Пушкин гений. Но, как говорил мой любимый философ-психолог современности Джордан Питерсон, на то банальные вещи и банальные, что люди забывают о том, как они работают. То есть банальная вещь кажется какой-то совершенно простой, и поэтому нужен новый обходной путь, новый маршрут для того, чтобы прийти опять к тому же, что дважды два – это четыре. Друзья, Пушкин – это гений. Вы можете его ненавидеть, можете его презирать, но любое презрение к Пушкину – это лишь еще один способ с ним контактировать. Одно доказательство. Ну да, это очередной способ с ним контактировать. И Маяковский, я думаю, это, кстати, прекрасно понимал, потому что придет еще кто-нибудь через 20-30 лет, который меня сбросит с парохода современности, Дашу, тоже скажет, что Касьян, Романов – это отвратительные блогеры были, отвратительные подкастеры. А тот, кто не забудет своей первой любви, не узнает последний. Я думаю, придет вот такой футурист, но пока он не пришел, ставьте нам 5 звезд, пишите в комментариях, что вы думаете о Пушкине, и обязательно слушайте другие наши подкасты. Даша, спасибо большое, что пришла. Аркадий, спасибо тебе огромное, было очень интересно. Ты на мне, ну я как тест-драйв, я думаю, что слушателям тоже будет очень интересно. Блин, я надеюсь, мы с тобой еще в каких-нибудь, так сказать, проявлениях встретимся в будущем и тоже что-нибудь обсудим, может быть, даже не обязательно из русской литературы, к примеру. Я была бы тоже очень рада. Спасибо тебе огромное, что пригласил. И, конечно, напоминаю про наш промокод KITCHEN30. Используйте его и получайте доступ к более чем полутора тысячам лекций summary, которые собраны в нашем приложении. Оно работает как трекер саморазвития, составляет план подготовки к экзамену и помогает не забросить учебу. За каждое пройденное summary вы получаете баллы рейтинга и можете набрать этих баллов больше всех. То есть это вот прям такой табель о рангах, практически как в Российской империи. Пушкин, кстати, по нему двигался не очень успешно, но вы на Art for Introvert можете гораздо дальше его уйти. Спасибо большое, Даша. Спасибо тебе большое. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!